Девушки отдыхают На дому можно будет проголосовать также в единый день голосования, 13 сентября. Бланки проголосовавших 11-12 сентября будут храниться до подсчета в сейф-пакетах. В остальные дни досрочного голосования бюллетени складывают в индивидуальные конверты. Пандемия коронавируса еще не закончилась. На участках продолжают соблюдаться строгие меры безопасности. Так же, как и на предыдущих выборах по одобрению поправок в Конституцию, участковая избирательная комиссия обеспечена полностью средствами индивидуальной защиты. Каждому избирателю также выдается одноразовая маска, перчатки и индивидуальная ручка. То есть, все нормы санитарные соблюдены в полном объеме. Отпуск, командировка, состояние здоровья, работа и учеба, выполнение государственных и общественных обязательств. Эти и другие уважительные причины позволяют проголосовать досрочно. Одним из первых появился на участке Егор Митюшкин. Молодого человека 13 сентября не будет в городе. Поэтому он решил проголосовать заранее. Моя общественная позиция для меня очень важна. И надеюсь, что мой голос очень повлияет на выборы кандидатов. Чтобы проголосовать досрочно, нужно заполнить заявление в участковой комиссии по месту регистрации. В бумаге объяснить причину голосования заранее. А 11-12 сентября заполнять заявление не нужно. Напомним, что единый день голосования пройдет 13 сентября. Егор Титов, Руслан Баталов, Новости Улправда ТВ. Руслан Баталов. Руслан Баталов. Руслан Баталов. Руслан Баталов. Руслан Баталов. Руслан Баталов. Продолжение следует...